Растут липы, растут клёны, есть дубы. И всё это кажется нам простым лиственным лесом, обычным для оренбуржца. Но если поднять голову, мы можем увидеть как раз на своими глазами огромные исполины, сосны, которые здесь формируют основной верхний ярус. Они, собственно, и формируют бор. Проходим по познавательной тропе экологического парка «Царь-бор». Именно здесь самые интересные участки леса национального парка «Бузулукский бор». И вот перед нами уникальная сосна. Она настолько широкая у основания, что обхватить сразу её не смогут и три человека. Эту сосну называют царицей. Всё дело в том, что ей практически 400 лет. Хотя сосны столько не живут. Но этому дереву удалось прожить и ураганы, и массовые рубки, и пожары. Сейчас высота дерева 33 метра. Сегодня делают всё, чтобы его сохранить. Дерево ограждено забором. Это как раз и позволяет сохранить и кору, и корни. Экологический парк «Царь-бор» был открыт в прошлом году. Новый объект уже полюбился туристам. Всего же в национальный парк «Бузулукский бор» ежегодно приезжают десятки тысяч людей. «Бузулукский бор» – это естественного происхождения лес. Уникальный лес. Но между тем, огромные площади леса в Бузулукском бору были восстановлены руками наших предков. Десятки тысяч гектар посаженного леса благодаря методикам, которые разрабатывали те самые великие учёные в конце 19-го, начале 20-го века. В национальном парке «Бузулукский бор» есть и река Боровка. Вода прозрачная, можно увидеть перекаты, берег песчаный. Она также привлекает внимание многих туристов. К первому августа парк посетили более 43 тысяч человек. Как отмечает служба охраны, для посещения этого места необходимо специальное разрешение. В случае нахождения в парке, а также въезда на его территорию, без документа составляют протоколы. В июле их сразу 46. Оформить разрешение можно дистанционно. Необходимо зайти на сайт Бузулукского бора. Нажимаем «Получить разрешение», изучаем правила посещения парка, нажимаем кнопку «Далее», выбираем тип разрешения, заполняем данные участников, ставим галочку «Подтверждение», нажимаем кнопку «Оплатить» и выбираем способ оплаты. Возим данные, скачиваем разрешение на телефон. Процедура займёт немного времени. Всего плата за разрешение – 160 рублей с человека. Для льготников – бесплатно. За отсутствие же такого пропуска предусмотрен штраф 3000 рублей. Ведь только внимательное отношение к природе и организации отдыха позволит сохранить уникальное место. Елена Ерёмина, Георгий Бурлуцкий, Семён Воробьёв. Новости дня.